Приветствую всех зрителей моего канала и хотел сразу извиниться за то, что я не смог провести стрим. Причина этому то, что я заболел. И сейчас сижу, дышу в одну ноздрю, просто победитель по жизни. Видимо, я плохо себя вел в этом году и Великая Водомерка меня наказала. Хотя большинство из вас даже не знает про Великую Водомерку, но да ладно. Так как уже вот-вот Новый год, я бы хотел, естественно, поблагодарить всех, кто меня поддерживает все эти года. Есть такие чуваки, которых я помню еще с самого начала и люди до сих пор смотрят мой иногда спорный контент. Наш канал переживал разно. Если кто не в курсе, канал я завел почти в одно время с открытой бетой Хардстоуна. Я был одним из первых обзорщиков колод в Ру-сегменте. И уже тогда я познакомился с ребятами из Монокоста. У них тогда в группе было 700 или 900 участников. Мы совместно делали гайды не лучшего качества, но как и тогда, так и сейчас я благодарен им за поддержку. Пусть у нас и были разногласия, но я надеюсь, что все обидки останутся в этом году. По разным обстоятельствам мне все время что-то мешало двигаться вперед. То слабые компы мне приходилось рендерить 5-минутное видео по 3-4 часа, снимая крышку корпуса и махая внутрь газеты и просто лайфхак отвечаю. То буйные соседи мне по 50 раз приходилось перезаписывать видео. Но также были и крутые моменты. Я познакомился с кучей разных стримеров, блогеров и просто хороших людей. Я попробовал себя в качестве комментатора и даже комментил игры на Старладдере вместе с лесами и еще парочку небольших турниров. На мой канал кинули страйки кто-то из компании Blizzard. Но дело было настолько мутное, что мне канал вернули назад. Ну и эти страйки были таким переломным моментом. Нет, я и до этого забивал на канал, но страйки это был просто кинжал в сердце. Между блогеров есть такое понятие, что кидать друг другу страйки это просто максимальный зашквар. Ты можешь ненавидеть человека, разоблачать его 150 раз, но кидать страйки не смей. Это прям как межблогерский закон. Ну и после вот этих страйков руки окончательно опустились. И я занялся стримами разных игр. При этом был в некой обиде на Близов. Но потом эту обиду подогрел выход древних богов. И я вообще забил на игру полностью. И просто стримил то, что мне нравится. И то, что люди просили. Но в то же время стримы принесли интересные события. Например, мой стрим свел двух людей, которые жили просто в разных точках России. Парнишку Фульфа с Новосиба и моего самого грозного модера Мимими с Москвы. И теперь они живут вместе. Просто чё? Ну и конечно знакомство с Андреем. Он же Лакноумор, который взял меня в команду зимедов. И мы работали над чертовски перспективным проектом. А именно игрой Стар Круссет. Но кто не знает, это тоже как и гуглите. Я на проекте проработал видеодизайнером и был голосом игры. Также комментировал турниры по этой игре. Вместе с Тинедом, Монтом и Творыной. И это был нереальный опыт, который позволил мне многое реализовать. И может даже по-другому смотреть на некоторые вещи. Ну и если, Дрюс, ты это смотришь. Хоть мы в последнее время почти не общаемся. Но всё равно огромное спасибо тебе, что втянул меня под своё крыло. И надеюсь мы ещё где-то пересекёмся. Да, всё это по-гейски звучит. Но это такое в новогодние откровения. И прям обращение вообще ко всем людям, с которыми я хоть как-то где-то пересекался. Работал или варился в одном деле. Или, например, людей, которых я задевался за их любовь к играм, которые я лично ненавижу. Но я пересмотрел вообще многое в себе. И хочу извиниться перед всеми блогерами и их мамашами, про которых я не раз мог сказать что-то плохое или неприятное. Не то, что я перестал как-то меньше их ненавидеть. Я просто стал более лоялен. Потому что много чего понял и узнал. Ну в плане, почему делают шлакоблока контент вместо чего-то нормального. И называют это нормально. Так что я ни на кого не в обиде. И надеюсь, что вы отплатите мне той же монетой. Даже хейтеры, которых я себе нажил. Гайс, вот тот фен, что был раньше, это плохой человек. Это фен курильщика. И да, кстати, тогда я ещё курил. Но в этом году я бросил и не курю уже почти полгода. Хм, может это меня так сильно изменило? Ну или то, что мне камни с почек через писун доставали. Да, но не будем о грустном. Так что давайте забудем старые обиды. И в новый год вступим вместе со мной. Дружно шагая по Хардстоуну. Где я буду вашим проводником. На пути к легенде. Или наоборот якорем, который будет вас тащить на дно. Что скорее всего. Но мой план на 2017 год. Очень плотно заняться каналом. Как одним, так и другим. И полностью давать себя этому делу. На данный момент мне ничего не мешает. Кроме грёбанной болезни. Чтобы это реализовать. Но вы сами понимаете, что без вас мне тоже будет тяжело. Так что ребят, если не сложно, поддерживайте меня. А я буду радовать вас интересными видосами. Пусть говорят, что там комментарии или лайки ни на что не влияют. И всем плевать на них. Нет, гайз. За каждым комментом и каждым лайком стоит человек. Ну если это не накрутка. И знай, ты вот. Кто пишет комменты, ставит лайки или дизлайки. Я тебя люблю, бро. Не важно, девушка ты или пацан. Или потный волосатый мужик. Не важно. Я всех вас люблю, гайз. И в этот новый год желаю вам посмотреть на вещи с другой стороны. Найти нужный вам подход к вашему делу. И забыть все обиды и двигаться дальше по жизни, придерживаясь поставленному плану. Как это делаю я и верю, что у нас у всех получится по отдельности или вместе достичь всех своих пунктов назначения. Ну не так, как в фильме, вы поняли. Ну и в конце спасибо в первую очередь всем подписателям, всем пабликам, модерам, в отдельности системам, коллегам, например, Хардстоунеру, Серафиму, Изальтиру, ну и малоизвестным стримерам Типмонта, Панды, Танюшки, ну и Геры, сори, если кого забыл. В общем, всех, ребят, с новым годом, в котором вы еще больше увидите меня. А я надеюсь увидеть вас. Ну, в смысле активности с вашей стороны. Естественно, жмем лайк, подписку, вступаем в паблик, ссылка в описании. И всем пока, увидимся в новом году. Субтитры сделал DimaTorzok